Патриарх Московский и всея Руси осветил сегодня храм Воскресения Христова в Хантумансийске и очень важное событие для всех православных югорчан. Храм, ставший одной из главных достопримечательностей округа, начали строить 12 лет назад. Уже в 2005 году здесь совершили первый молебен и с тех пор ждали освящения патриарха. Слава Вышней Богу и на земле мир, человек и благоволение! Слава Вышней Богу и на земле мир, человек и благоволение! Господи, усне наши отверзящие и уста наши возвестят хвалу Твою! Визита патриарха Кирилла югорчане ждали с нетерпением. Освятить храм, который уже стал не только главной достопримечательностью округа, но и его духовным центром, собирался еще патриарх Алексей II. Но он успел осветить лишь место под его строительство. В 2005 году в соборе прошел первый молебен и с того времени югорчане ждали, когда же наконец будет освящен храм. Это очень важный ритуал для православной церкви. Храм получает свою жизнь настоящую. То есть получается не только здание, но и в него вкладывается душа при освящении. Храм Воскресения Христова без преувеличения можно назвать гордостью Югры. Это самый большой православный комплекс в округе. Главная кафедра епископа Павла. Сегодня храм носит статус Воскресенского кафедрального собора. Его высота больше 60 метров. Грандиозность комплексу придает еще и место расположения на холме. Самый лучший, потому что самый красивый. Стоит на высоком месте, его видно со всех точек нашего города и окрестностей. Я была в Ишкар-Оле, например. Там тоже очень много храмов и очень красивые. Но этот свой, родной. Я хотел бы сердечно поблагодарить тех, кто стоял у начала этого доброго дела. Тогдашнюю власть Ханты-Мансийска, нынешнюю власть в лице Натальи Владимировны, высокопреосвященного владыка у Дмитрия Тюменского и Тобольского, который в то время был правящим архиереем и для этой земли, и, знаю, много сил, энергии, употребил для того, чтобы были построены эти храмы, которые мы уже видели, в том числе и этот замечательный собор в честь Воскресения Христова. Строительство Воскресенского храма началось 12 лет назад. Тогда в Ханты-Мансийске была забита первая свая. Уже через год здесь установили первый купол. Вскоре зазвонили 12 колоколов. Самый большой из них, губернаторский, весит 10 тонн. Храмовый комплекс выполнен в лучших традициях русской архитектуры 19-го столетия. Строили его с применениями самых современных технологий. Так, пять золотых куполов с крестами сделаны из специального сплава под золото – тринитритана, а колокола отливали на московском заводе ЗИЛ. Стены храма долгое время были белыми. Год назад их начали покрывать фресками. Над росписью собора трудились лучшие художники-монументалисты страны. Больше 4 тысяч квадратных метров стен храма расписаны в строгом сербско-византийском стиле. Кстати, средства на роспись собирали всем миром. Помогали как крупные нефтяные компании, так и простые югорчане. Сегодня кафедральный воскресный собор – глава большого храмового комплекса, куда входит православная гимназия с крестильным храмом, часовня, памятники Кириллу и Мефодию. От центра города к храму ведет дорога – 140-метровый каскад лестниц с мини-водопадами, где расположены гранитные стелы с текстами заповедей. Приезд к патриарху – это не только историческое событие, но и духовное спасение нашего народа здесь. Поэтому каждый, пришедший сюда, получает божественную благодать. Торжественная служба в храме воскресения Христова длилась около 4 часов. Таинство освящения, крестный ход, божественная литургия. Желающих присутствовать на службе было так много, что им не хватило места в храме. Для всех югорчан телекомпания «Югра» организовала прямую трансляцию богослужения. Я хотел бы еще раз сердечно поздравить всех нас с великим событием, с освящением этого святого храма. Приходите в этот храм, молитесь, потому что когда не было храмов, ну вроде как и можно было не ходить. Но когда храм есть, его колокол должен тоже вбудить в вас память о вечном. Алексей Лиманский, Юлия Сурова, телекомпания «Югра», Хантамансиск.